Ребят, всем огромный большой привет! Украина, город Днепр. Зовут меня Нателла, кто меня не знает. Очень приятно. В общем, друзья, я вышла сейчас, нарядилась, надела на себя платье. Опять нас во врагам. Как только начинаются у нас взрывы, сегодня в 4.26 утра прилетело три сильнейших, огромных взрыва. Я не буду говорить, где, но это так, действительно. Слава Богу, у нас здесь вокруг не очень, никто не пострадал, но это совсем рядом. Простите, но говорить не буду, потому что мне многие написали в Инстаграм, Телеграм. И вот я, да, я подтверждаю. Потом, по поводу соли я хотела сказать. Позавчера, позавчера я была в магазине, в АТБ. Вчера я не была. Было все нормально, и как раз я купила соль позавчера за 8 гривен. Сегодня что у нас? Пятница. Вот, я в среду покупала за 8. Значит, вчера моя дочь ходила в магазин, здесь у нас местный. 67 гривен пачка соли. Не экстра, а вот эта вот крупная соль с Артемовска, Донецкой области. Ну, понятно, да, почему такая дорогая соль. Но непонятно, нет, понятно, да, почему такая дорогая соль. Просто непонятно, почему вот именно такая вот цена. Почему не 100 гривен, не 150? Почему именно 67? Ну, возьмем так, что это наш магазин. Значит, у меня знакомая девочка работает в АТБ. В АТБ соль есть, но цену еще не придумали, не выкладывают ее на полки. В общем, кому война, а кому мать родная. Хотя, на АТБ я грешить не могу, потому что там работают действительно герои, и девочки, и машины ездят. Если транспорт не ходит, то машины АТБ курсируют и обеспечивают полностью наш город. Я сейчас буду выдвигаться в центр, посмотрю, что и как. Я уже все, в принципе, знаю, но говорить я не буду. Все будете смотреть в новостях. Наши, которые из Днепра уже знают, а те люди, которые живут Кривой Рог, Запорожье, Кропивницкий, Полтавская область, ребята, читайте в телеграммы, и все поймете, и все узнаете. Вот такие новости на сегодня утром. Почему вот так вот рассказываю? Потому что, ну, правда, у меня в инфраграмм взорвался в сообщениях. У меня же много... Я насобирала много друзей, вот именно не подписчиков, а друзей, которые познакомились через YouTube. И мы с ними общаемся в личных сообщениях. В сообщениях то ли через мессенджер, то ли через телеграмм. Вот. Люди, очень многие люди пишут инкогнито, комментарии не оставляют. Ну, по определенным причинам. Я дружбой дорожу, я стараюсь поддерживать хорошее отношение. И, знаете, никто не старается навязывать свои какие-то политические взгляды. Хотя сейчас это очень тяжело в наше время. Сами понимаете. Потому что творится беспредел полнейший. Значит, хочу сказать, что от Днепра сто километров. Сто километров. Так же, чтобы было меня, господи, хоть видно. Уже не знаю. Солнце заливают. Подошли к рубежу сто километров от Днепра. Что будет дальше, никто не знает. Это доступная информация. Я ничего не выдаю. Мне многие там бывают, знаете, как разжигатели пишут, что я какую-то информацию выдаю. Я вообще не снимаю. Стараюсь не снимать о войне. Но такие вот события, которые действительно наш город, слава богу, еще так не страдает и не пострадал. Так, знаете, в глобальном. Есть прилеты, срабатывает ПВО, но что будет дальше, знаете, никто не знает. Все равно город наш, кто раньше жил в Днепре, и кто уехал, я хочу вам сказать, дорогие мои земляки, которые из города Днепр, которые уехали, кто на Запад, в основном сейчас все на Западной Украине. Хочу сказать, что дороги ремонтируются, фасады красятся, вообще работа над городом не останавливается. То, что крушат наш город конкретно и объекты, это вы все читаете в Телеграме. Но поверьте, они сразу же восстанавливаются, моментально восстанавливаются. Как там будет дальше, если там, допустим, кто на Западной Украине, может вам виднее, что вы не возвращаетесь, там может какая-то другая информация у вас. Но тут пока вот, знаете, тихо-тихо, потом ба-бах, ба-бах. По поводу соли, я не знаю, как я, все-таки консервация, и посол, будет огурцов, огурцов. Ну, если, знаете что, друзья, если будет, что нам теперь консервировать, и что, и вообще, в каком раз будет положение. Потому что, еще раз хочу повторить, что недалеко от нас сто километров идут боевые действия и уже у наших ворот. Вся семья проснулась полтатого утра, перепугались очень сильно, перепугались, перепугались, повыскакивали на улицу мы. Ну, теперь о хорошем. Хочу сказать о хорошем. Все, кто мои подписчики, вы знаете, Натали из Италии, которая мне не устану, слала посылки, поздравляла меня, которая помогала вообще нашей семье, когда было военное время. У нее есть свой канал, да, так и называется. Натали из Италии. Мои друзья, мои подписчики, кто подписан на мой канал. Кому надоел этот военный трэш? Кому надоело вся вот эта вот, вот эти дрязьи? Кто любит путешествовать? Попутешествуйте вместе с Натали из Италии. Она сейчас в Узбекистане у мамы. Она в Италии живет уже 23 года или даже 24 года она живет. Ну, 23-24, не столь важно. Вот. Зайдите к ней на канал, она сейчас в Узбекистане. Друзья, она там такое показывает. Рынки, еда, шашлык, какие цены, экскурсии проводит. Ребята, контент потрясающий, бархатный. В общем, всем Натали из Италии. Она еще не знает, что я просто хочу вас отвлечь. Отвлекайтесь. Заходите, пожалуйста, и смотрите. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, маленькая моя. Иди сюда. Давай, поздороваемся. Значит, смотрите, вот, покажу тигречку. По поводу хочу сказать котиков, что кому нужны, мол, типа они не породистые, там, хочу одной подписчице ответить. Вы же, вы мне писали, сколько вы своих котиков спасали. Какая разница, породистые, не породистые. Понимаете, люди убежали, оставили. Я не могу оставить их на помойке. И если кто-то будет из моих болеть, я все равно буду спасать. Буду спасать. Даже если не будет денег. Буду просить ветеринаров бесплатно, ну а что делать? Ну все, не надо. Ходит за мной, как теперь, хвостиком, как ко мне привязанная. Ой, мой красивый цветочек. Я, посмотрите, в длинном платье сегодня. Я, правда, в тапках, не обращайте внимания, я потом одену. Вот я одела вот такое голубенькое, оно на меня великовато, я сделала лайфхак такой посмотрела в ютубе. Подвязала, но ничего, я потом, может быть, покажу. Вот такие, друзья, новости из Днепра. Всем огромное спасибо, что переживаете. Всем огромное спасибо, что написали мне. Правда, это очень приятно, что вы переживаете. Что у меня есть, какая соль есть у меня. Значит, друзья, у меня есть вот такая соль мелкая. Я, конечно, не умею ее пользоваться, но научусь, но на засунку она не годится. Потом, у меня вот такая с Италии соль есть. Вот такая крупная, морская. Не умею пользоваться, вот она. Вот она такая крупная. Вкусная такая. Потом, у меня немножко еще тоже вот такая сильморская у меня у меня вот. Так что солить будет, что. И вот последняя ведерочка, вот такое у меня есть, соли на готовку, потому что мелко не умею. Ну, будем учиться, но что, будем учиться, что делать. так, теперь, зайду, конечно же, сегодня в АТБ, посмотрю, какую цену они уже придумали, потому что мне писали люди за соль, я говорю, да нет, я, ну, правда, я вот купила соль, вот я купила, и посмотрите, она же даже видно, и я высыпала, я всегда высыпаю в такую ведерочку, вот здесь килограмм. Боже мой, если б я знала, а мы с Людой шпарим курицу на соли, а мы шпарим, ну, и дело в том, что, когда я делаю курицу на соли, я два раза использую, использую, я не выбрасываю эту соль, ну, потому что не везде, я потом вот так перемешиваю, я через сито перетирала и опять насыпала, ну, как-то находила способ, слава Богу, что я не это. Еще у меня есть специи, это мне братик Андрюша подарил, очень вкусные специи, так что мы пока с солью и со специями, да, правда подсолнечное масло у меня закончилось, я пока пользуюсь оливковым и, наверное, буду пользоваться, заканчивать, мне Натали из Италии присылала целую-целую бутылку, буду пользоваться, потому что пока купить мне, ну, правда, не за что, будем сейчас питаться капустой, картошкой, у меня есть немножко тушенки, у меня есть головизна, все, что в холодильнике есть, животные вместе со мной, я сегодня, я лучше им куплю, я сегодня пошла, купила им куриные спинки, порубила, кашку им пшеничную сварила, с тушеночкой перемешала, вот такую вот, вот так вот, вот они будут кушать, вот такую кашку будут кушать, с головизной, то, что я себе, думаю, моим котикам будет что есть, купила я, большую ампулу на 5 литров разбавила, полностью протравила блох, участок побрызгала, в общем, друзья, жизнь идет, вот такая обстановка в Днепре, не буду говорить, где, но 300, прямо как три страшнейших вулкана, все, мои хорошие, вот такие вот утренние новости, всем пока, всем, мои хорошие, терпение нам, терпением украинцам, смотрела я Арестовича, на него обиделась, я ничего не понимаю, вы мне пишите, посмотри, Арестович, я не понимаю, что он говорит, он говорит одно, а происходит другое, правда, он говорит одно, а происходит другое, даже наш мэр Филатов написал о нем пост, не лицеприятный, и не лица вообще, такое читать, и я Бориса Альбертовича понимаю, потому что я сама не хребала, хрена, не могу понять, что он имеет в виду, то ли врать, то ли верить, то ли как спасаться, в общем, мои украинцы, наверное, так все хорошо понимают меня, и все знают, все, всем пока, до новых встреч, мои хорошие, до новых встреч.